но вы меня не видите это она постоянно я вас не вижу выключается ладно тут или мне звонить в другое время или что давайте так поговорим потому что я мастера вызову тут пока и что у него мастер воронежа оттуда он берет управление смотрит жалко что не видно то сейчас что-то сейчас видите меня я вижу нормально вы нормально для меня и голос хороший слышится и все смотри конечно жалко что не видно вот опять опять у нас маленькая кошка стала у вас черная все же должно где вы должны быть состава в черном цвете у меня на все окно это нормально моя то она замерзшая не движется что-то не ладится с аппаратуры я даже не уверен что это не ну давайте это ладно переждем давайте давайте говорите я буду время от времени включать может быть подключиться она смотри малейка ты начинает хватать хорошо хорошо так может у вас просто контакта где нет но мы сейчас у меня какой с камерой не доступу мы выдергивали опять вставили она что-то брякнуло и у меня очень хорошая запись была вот уже это не первая вторая запись такими перерывами ладно так если вас это не смущает говорите только у нас все записывается все так опять чтобы не прерывал я в курсе я в курсе что вы вы не противоречите записывается да пожалуйста жалко что не винили в другой раз поговорим вам видно будет постараемся отремонтировать говорите но ничего страшного ну если у меня знаете вопросов было много но постоянно смотрю там ваши ролики как бы все вопросы много вопросов отпадает потому что что только повторять их как говорится вот и но есть вопрос 1 такой соборно послание апостола якова да на 1 глава 27 стиль значит он пишет чистое непорочное благочестие пред богом и отцом есть то чтобы презирать сирот и вдов вот не могу понять в их скорбях не могу понять как это презирать сирот и вдов вы скорбях но это слово презирать это означает отвергать плохо относиться, а презирать это означает заботиться, кормить обихаживать это два разных слова презирать это презрение с ненавистью, а презирать это заботиться, презрение дома презрения тут буква И стоит хорошо, помечу себе хорошо, спасибо тогда что здесь все понятно так второй вопрос так, римлянам сейчас я открою так, римлянам так, маленько у вас голова пониже голову опустите пониже вам вот так вот как-то, а то срезает просто экран, так, говорите римлянам, так 12 глава так 12 глава 13 стих так 12 глава 13 стих ну вот 12 глава 13 стих так утеша так утеша так в нуждах святых принимайте участие ревнуйте о странно приимстве не понимаю что такое странно приимстве и как можно и как можно что это запомнить вот первое в нужных святых принимайте участие это как раз на первый ваш вопрос это ответ то есть мы должны заботиться о вдовах о сиротах а дальше говорит странно приимство это люди странники которые ходили и проповедовали от одного места к другому бродящие проповедники назывались и о них мы должны заботиться ревнуйте чтобы дом был открытый для тех кто приезжает странники как сейчас паломники бывают у мусульман там хач совершают и у них это развито чтобы помочь такому человеку принимайте участие ревнуйте об этом старайтесь побуждайте себя к этому сегодня можно делать добро завтра может уже и не будет возможности ну да это точно да так все понятно так то же самое ревнуто только 14 глава давайте 15 по 20 стих с какого стиха с 15 с 15 с 13 давайте с 15 1 5 1 5 если же за пищу огорчается брат твой то ты уже не по любви поступаешь не губи твоей пищу того за кого христос умер да не хулиться ваше доброе ибо царствие божие не пища и питье но праведность и мир и радость во святом духе кто с ним служит христу тот угоден богу и достоин одобрения от людей и так будем искать того что служит к миру и ко взаимному назиданию ради пищи не разрушай дела божии как-то не могу понять что это тоже вот это вот а что тут не понятно как это ради пищи и речь идет о пище потому что у евреев 11 глава левита ограничивала принятие пищи вот нельзя есть свиньи ну то есть животных у которых копыта должны быть раздвоенные и жвачка а если копыта как у свиньи раздвоенные а жвачки нет это не чисто это в ветхом завете было вот а бывает такое что жвачка как у верблюда или заяц жует а у него копыта нет у него лапа как у собаки их тоже есть нельзя а когда новый завет наступил христос пришел написано всякая пища хороша освящается словом божьим и молитвою но вот здесь апостол павел говорит в римской церкви были уверовавшие из иудеев евреи они по прежнему держались этих постановлений уверовали христа приняли а сами держались ну как старобрядцы староверы со своей кружкой приходили и апостол павел говорит если за пищу он огорчается то ты не по любви поступаешь поэтому павел говорил так если человек соблазняется то есть он думает да какой же ты верующий ты все подряд ешь и он китай собратился он змею ест черепаху ну разных червей едят ну а ты говорит не по любви поступаешь ты не делай ради того ты можешь от этой свини отойти тем более сейчас сколько у нас много везде мусульмана они не едят свинью а некоторые едят свинью я этого не понимаю вот мы мясо вообще не едим а про свинью и говорить не хотим даже она во первых не полезная если брат за пищу огорчается а ты продолжаешь есть на соблазне ему то ты не по любви поступаешь ты за него Христос умер какое ты имеешь право так поступать то есть должен отказаться от мяса апостол Павел во веке не буду есть мясо и пить вина чтобы не соблазнить кого-либо вот у нас в России есть такие сектанты адвентисты седьмого дня субботники они различают пищу чистую нечистую но мне пришлось у них быть я посмотрел как они они чай кофе какао не пьют но у меня это все было готово но я теперь понял что вообще не надо этого чтобы никого не соблазнить и у нас вообще это нету ну травы своей там нарвем какой смородишный еще какой-нибудь бадан там по любви надо за него вы вообще не питаетесь мясо мы в рот не берем никаким не питаетесь мясом больше ничем нету у нас мяса мы в рот не берем его и не потому что грех а потому что это не полезно нам а рыбу про что повторите рыбу рыбу едим рыбу 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 едим ну когда положено по уставу вот сейчас великий пост будет рыба будет только два дня один это на благовещение и второе верное воскресенье семь недель рыба не разрешается семь недель это строгий пост очень а другие посты вот сейчас был рождественский то до 19 декабря день Николыча до творца разрешалось кроме среды пятницы всю неделю рыбу есть а уже с 19 декабря по новому стилю до 7 января только в субботу воскресенье рыба разрешалась у нас устав ну понятно жалко конечно что вас не видно Игнатий Тихонов ну это очень жаль что не видно вы бы все увидели тут да а нас нормально видно да и звук хорошо нормально ну смотрите хоть маленько это мигнет где-то ничего не видно нет это значит что-то умение вы когда сейчас включили вы сейчас включили только трансляция не идет оно стало так как должно быть картинка должна быть но она черная понятно ну от нас никак ну это уже с камерой это проблема с камерой у вас ну ничего страшного что ж первым блинком что сделаешь так значит хочу пониже голову пониже маленько вот что-то у вас камера как-то высоко берет опустите сейчас я ее поставлю да все-все-все не-не-не сейчас поднимите повыше повыше маленько установите вот так само не наклоняйтесь теперь а товарищ пусть маленько к вам подвинется и голову повыше поднимет чтобы были в экране говорите дальше хорошо так значит по ветхому завету тогда Исайя Исайя 54 глава давайте сейчас я открою секунду Исайя 54 глава 17-й стил давайте 17-й стил так 17-й стил где у нас 17-й 16-й 17-й не знаю так не знаю ни одно орудие да-да-да-да а здесь я неправильно что-ли выписал что-ли ни одно орудие сделанных против тебя не будет успешно и всякий язык который будет состязаться с тобой на суде ты обвинишь это есть наследие рабов Господа оправдание их от меня говорит Господь вот это это знаете что я что-то перепутал да значит видимо видимо не это а хотел спросить на какие времена вещь идет здесь вообще ну вы хоть пример расскажите о чем там говорится сейчас секундочку у меня поисковик я сразу найду вот я плоханулся я ладно давай про чипы все игноти тиканый ну это я тогда в самом конце оставлю у меня же там вторая бумажка есть еще я посмотрю хорошо я хотел спросить знаете я хотел ну конечно многие спрашивают про чипы вот это непосредственно не паспорта а вот которые планируют ставить именно непосредственно в тело чипы я смотрел Алексия да чипы вот смотрел когда я Алексия второго да значит его там интервью он давал но он категорически отрицает все это говорит что этого ну никак нельзя крестьяне но недопустимо да а вот теперешние допустим там вот в интернете много священников которые прямо говорят что даже не бойтесь все вставляйте то есть это там глобализация туда-сюда ну как бы Иосифов там ничего внятного не говорит что против значит как бы все не бойтесь по типу господь в сердце ну вот это понятно что господь в сердце но я вот просто не знаю как вообще думать что есть ли какая-либо опасность вообще что непосредственно в этих вот новых чипов которые будут именно оставлять в руки нет не давайте вообще сам сами ваша община если бы сейчас начали их вводить ваша община подписалась бы на то чтобы их вставить нет конечно об этом даже говорить не надо ни под каким видом мы говорим что паспорта которые дают они никакой роли не играют паспорта это внешне вот мы много сейчас ездили за границей с благовестием нам приходилось с биометрическими данными они фотографировали отпечатки пальцев снимают глаз там и ну контроль такой идет это никакой роли не играет а когда чипы у нас зашипирована только собака была собака ей без нее без чипа не запускают на контрольных пунктах она потеряется ее можно найти а человеку этого нельзя делать это никак и просто так щипировать они не будут когда придет антихрист это означает полное отречение от христа и принятие этого антихриста как бога не так некоторые думают вот печать поставят а я знать не знаю вот я подойду где-то там фотографируется а мне на лоб нанесут это нет этого не будет это не так это отречение от христа ты должен засвидетельствовать вот как но этого еще нет ну вообще-то да прямо вот так ну говорите ну говорите я уже сказал все щипы ни под каким видом не принимаются понял я понял я понял но как же будут вообще дети в школу ходить как это как это будет пенсии получать допустим если это все в ближайшее время как это как вы видите вообще что это будет твориться ну а как написано не продать не купить вот так и будет ты должен умереть будешь или уезжать куда-то в такое место где можно там посадить вырастить самому себе выхода никакого не будет но ради избранных ради верных это будет недолго три с половиной года и Христос придет ну да так что у нас выбора никакого нет то есть выход один выход один это переходить на подножный корм и питаться с земли ну конечно если будет другого выхода нету никакого но нельзя продать ни купить ни дома оформить про школу уже говорить никуда ты не выйдешь денежная система будет уничтожена купить нельзя там поставят по таким условиям кто тебе будет помогать и тот попадет ну как при Сталине было то репрессированным не помогать считать страшно сто миллионов погубили но это Гитлер Сталин это были только маленькие дети по сравнению с Антихристом это была еще репетиция только дьявольская вот так ну понятно ответ понятен полностью да так сейчас подойдем так хорошо с этим все понятно ну то есть если что а там как Антихрист придет это он себя выдаст за Иисуса Христа или он будет прямо говорить что он Антихрист он будет говорить что Бог когда он сядет там в Иерусалим сядет в Иерусалимском храме выдавая себя за Бога за Бога он потребует божеских почестей но он во всем постарается подражать Христу что о нем было написано в Ветхом Завете что родился в Вифлееме что он на зареем наречется он все постарается копировать но ничего там не будет это будет человек рожденный от седьмого колена блуда то есть и мать была проституткой и бабка проституткой и вот семь поколений таких от них он родится но это будет человек самый по земному мудрый мудрый ему знания такие будут даны и сатана его признает своим сосудом и войдет внутри его и будет действовать так как сатана скажет понятно Игнатий Тихонович так что если пройдет молва такая вообще по земле что воцарился в Иерусалиме Христос значит то что как я понимаю нужно смело продавать все свое имение пока есть возможность значит и как говорится отходить на какие-то земли ну когда он уже воцарится уже поздно продавать уже никто покупать то не будет ни продать ни купить это надо заранее думать а чипотизация будет вот заранее думать надо я понял а как же ты тогда какая будет председатель чтобы вы могли узнать ну в первую очередь должна пройти третья мировая так предположительно сатана когда воцарится тогда не будет того что сегодня главная Америка и прочее главный будет он подчинит одна будет религия одна одна на земле религия денежная система будет исключена это определенно ну и как считают что 17-18 глава откровения Москва должна быть сожжена до тла вся вот и все поэтому планы которые люди строят уничтожить славянское население и оставить один золотой миллиард на земле это будет не так останется не менее двух с половиной миллиардов потому что третий даже больше останется третья часть сгорит только третья об этом говорится в откровении Иоанна Богослова одна треть то есть каждый третий должен умереть а они хотят сегодня две трети умертвить а одну оставить так не получится потому что уже предназначено план Божий начертан так вот ну в принципе понятно тогда все так хотел тут по поводу так первое карифинам так что там первое карифинам хотел спросить по поводу причастия как там описывают какая глава 11 глава 33 34 стил давайте так спасибо братья мои спасибо секундочку 1 11 глава 33 33 34 спасибо братья мои собираюсь на вещей друг друга ждите а если кто голоден пусть есть дома чтобы собираться вам не на осуждение проще устроить когда приду то есть я понимаю с этих слов что перед причастием даже можно поесть дома идти на причастие а тут о причастии разговора даже нету никакого почему вы решили это называлось вечеря любви агапа а вы что агапа агапа они приходили каждый со своим узелком богатые приносили выпивку корзины слуга рядом стоял а которые работяги то они когда приходили а уже к шапошному разбору вот и все и поэтому Павел говорит когда собирается и как нужно вести себя вот это нам дан образец друг друга ждите когда остальные придут и тогда общая трапеза будет а кто голоден не может терпеть пусть дома сначала поест чтобы не осуждать друг друга но остальное когда придут тогда я устрою это агапа агапа у нас понимаете как вот когда апостола Петра Христос спрашивает любишь ли меня а он говорит да господи ты знаешь опять спрашивает любишь ли меня по русски это нельзя выразить у нас язык не имеет таких сослагательных как у них вот у нас слово любить я люблю картошку жареную дальше я люблю жену ну это же разница есть картошку я ха ем а жену то я же не ем а одно слово стоит а дальше я люблю бога ну если к жене другое я могу поцеловать а к богу вообще никак и одно тоже слово то у греков там три слова разное филия агапа все это стоит как в возвеличенной степени и когда Христос его спрашивает любишь ли меня то есть готов ли ты меня так любить чтобы за меня умереть он говорит ты знаешь господи ты мне нравишься вот как Петр-то отвечает в оригинале он снова спрашивает его и тогда Господь ему говорит а я тебе нравлюсь и тогда Петр понял что не в попад отвечал да господи ты знаешь я готов умереть за тебя вот это нужно эта тонкость языка ну вот у нас вот вы лоб сейчас потерли рукой я скажу вы потерли протерли чело перстами своими а по-другому можно сказать пальцами своими коснулся лба видите а в других-то языках нету лоб значит лоб у нас господин и написано и Господь а в английском немецком там одно слово или лорд или гер и все одно слово наш язык богатый но в слове любовь у него нету возвышена по ступеням понятно ну хорошо понятно все значит следующий вопрос давайте вы знаете что вам меня не видно вы это увидите когда будет выставлено потому что у нас идет съемка у нас идет а ну тогда хорошо и выставлено будет как мы сидим как я разговариваю даже еще более богато чем у нас у нас обычно автозапись идет но тут получается что-то неладно прерывается еще что ну ну там Володя Володя снимает там да привет Володя Володя мир вам тоже привет дает это как его хотел знаете что спросить по поводу десятины хотел спросить значит вот отдаю десятину в храм я да а прямо сердцем чувствую что лучше прямо хочется отдать мне нуждающимся вот стоят убогие около храма прямо хочется мне им отдать а не в храм видя на вот состояние храма хорошо я понял у вас библия библия далека у вас библия далека под руками нету рядом нету рядом ну давайте я вам прочитаю запишите что считать книга Тавид есть книга Тавид это Тавид Тавид первая глава восьмой стих ну шестого стиха шестого по восьмой сейчас секунду Тавид так хорошо какая глава первая глава первая шестого по восьмой да да я же один часто ходил в Иерусалим да дальше считайте это да 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 так я же один часто ходил в Иерусалим на праздники как предписано всему Израилю установлением вечным с начатками десятинами произведений земли начатками шерсти овец и отдавал это священникам сынам Аароновым для жертвенника десятину всех произведений давал сынам ливийным служащим в Иерусалиме все другую десятину продавал заметьте одно он отдавал прямо в храм теперь вторую десятину то есть сотни вторую десятку отдавал куда продавал что он картошку там что он накопал пшеницу и каждый год ходил и выдерживал в Иерусалиме и сдерживал куда он надевал ее определенно он не говорит где но это на устройство храма могло уйти а восьмой сих а третью то есть третью десятку кому следовало вот это нуждающимся вот куда вот если вы желаете давать им давайте на десяти на священство принадлежит первое вы ее отдайте а потом вторую третью можете отдать как получается что я уже должен не от десяти ну хватит а три десятины это по желанию еще раз говорю по желанию десятина священникам принадлежит это уже спорить ничего не надо если вы ее не отдаете вы вор вы обманываете обкрадываете меня говорит господь меня то есть ты заработал девяностом мешков пшеницы а он десять приложил чтобы ты своей рукой отдал они богу принадлежат изначально а вот если хотите больше отдавайте больше а вот теперь кто щедро жертвует тот щедро и пожнет это не от десяти не говорится а когда вы милостыни нуждающимся вот тут вы можете давать рубль можете сто можете тысячу господь это учтет так что у вас я понял десятина для священства а милостыни для нуждающихся я понял хорошо у кого исповедуетесь у священника ему прям руку и отдайте и дальше не надо что прям обязательно руку ну а как я вам руку обязательно ну а как в карман я отдаю так я в ящик вожу просто нет это сделайте так потому что сегодня мы не можем доверять как его распределяют очень часто похищают об этом патриарх Алексей второй говорил когда хватил сумку староста убежал он говорит с деньгами каких бандитов напринимали в церковь священника мы обязаны содержать поэтому позаботься о нем отдай ему ты не будешь виновен это священство Христово я понял все с этим вопросом все понятно мне интересно следующий вопрос я хочу сказать когда людям говоришь об этом они начинают а я буду по желанию по желанию отдавать вторую и третью можешь а первое тебе не надо желание ты должен отдать закон это закон строгий хочешь быть благословенным получи благословение от Бога вот так дальше говорите ну понятно хорошо так вот такой вопрос значит могу ли я делать замечания в церкви да например ну ребенок бегает допустим матери или ребенку замечания делали топчатся крутятся крутятся как юла там разговаривают то есть ну недостойно люди себя ведут а батюшки ему вообще как бы по барабану то ли он не хочет видеть то ли боится потерять прихожая но они раздражают прямо все то есть не дают на молитве ничего ну Андрей вы молодец можно можно только не разговаривай вот подними палец к кустам вот так вдоль ну от носа к рту поставьте палец сейчас я чтоб видел указательный палец указательный вот нет указательный вот так вот так не разговаривай это означает не разговаривай на ребенка рукой помаши и скажи возьми его то есть жестами в храме не надо разговаривать нельзя в храме надо молчать жены домолчат а тем более мужья Павел говорит это Златоуст нам разъяснил как а что бегают они да говорит Игнатия Тихинович почему священники не занимаются этим вообще вы уже сказали впереди вы ответили Андрей он боится потерять ему лишь бы только люди ходили платили свечки покупали то есть они всего лишь пустые свидетели они не участники а Златоуст говорит сначала наведи порядок в храме а потом служи порядок дороже твоего служения когда была цариса Савска у Соломона она сказала видела как чинно все служат какой порядок как на столы подают в царском дворце у Соломона и мы видим как стоят люди идут кого бы мы не видели военные как на параде идут счет как каждый парад победы Жуков когда принимал на белом коне на встречу Рокоссовский ну а верховный главнокомандующий там на мертвом в Мавзолее Игнатий Тихонович как вы думаете чем закончится конфликт на Украине вообще а я вообще не думаю мне не положено думать а Господь сказал не ваше дело знать времена и стройки услышите о войнах о военных слухах не ужасайтесь и нам это не надо даже думать об этом мы молимся каждый день за мир на Украине в первую очередь в Израиле мир на Израиле мир на Украину и говорим дальше Господи приготовь землю русскую к великим и страшным испытаниям которые грядут на нее за все богоотступничество за убийство за миллионы абортов вот мы об этом молимся нам больше не дано а зачем я буду гадать там они проворачивают как хотят молимся за Петра Порошенко за нашего Владимира Паутинку вот такой еще вопрос у меня есть значит ну вот у меня баня есть приходят ко мне люди парятся в бане да значит и вот в последнее время как бы ну вот такая мысль на меня навеивает вот приходят молодые парни например не с женами да ну скажем так с девчонками вольного поведения вот то есть мне как-то какая-то есть такая чуйка прямо во мне что может лучше их вообще не пускать нежели как говорится с садом разводить и являться самому каким-то чуть ли не этим так а баня у вас далеко от дома отстоит нет баня у меня под домом прямо я боюсь как бы ты не сгорел вместе с этой баней с этим садом садом сожжен был ты за это отвечать будешь зачем ты допускал вот у нас допустим баня к нам кто приезжает обязательно должна быть медицинская справка что нет заразных болезней ни кожных заболеваний никаких так это родители бывает или работники в детском лагере я начальник детского лагеря и основатель его а уж посторонние чтобы зашли да вы в уме или нет вас драть надо за это понятно не ну не то что там ходят ко мне это вот может за там за 10 лет там один-два случая было вот я как бы объясню что все так слушай Андрей закрой баню сделай большой замок амбарный никого близко не подпускай и сам себя накажи если в бане ты мылся через неделю хотя бы месяц подержись через две недели мойся чтобы тебе память пришла что ты делаешь что ты старик творишь там не-не Игнатий Тихович вы может не поняли я баню сдаю людям чтобы они мылись и с этого имеют ну деньги или так вообще нельзя делать не знаю это другой вопрос а если вы за деньги вам разницы никакой нету никакой нету но так как это вам принадлежит вы отвечаете за тех кто приходит если вы знаете что это же если бы вы нищий обовшивейший какой-то бомж который обратился к Богу его надо обыть тут понятно но уже вы видите молодой парень приводит неизвестно кого зачем в бане со своей женой не разрешается мыться мужья с женами в бане да не моются со своей женой в бане нельзя мыться канон определенный что головой-то мотаешь не ну я понял не знаю такого вы как бы открыли глаза мне нормально это канон такой канон церковный ну и так понятно ради чего это нужно никакой нужды нету я понимаю что идет когда он коллега муж там без руйки или кого-то и жене надо помыть его ну она может прилично даже одеться и как вот за больными ухаживает а так никак нельзя этого делать это не разрешается а раньше было такое даже монахи вместе с женщинами мылись в бане и церковь приняла определенные меры канон был выставлен а канон это заслон я даже не понимаю как бы я пошел даже с женой она со страху умрет тогда а вот в городе у нас бани как бы есть есть там и отдельно мужчина и женщина и значит есть такие что там и вместе ходят то есть это получается что они тоже все там в группе риска я так понял очень находятся все у нас таких бани нету и никогда не было отдельно мужская баня отдельно женская вот так и называется отдельный вход даже с другой стороны или как-то а чтобы вместе я даже не слыхал это там олигархи где-то что-то делают они там пока не забеременят а потом выгонят ее это на рыбных промыслах везде вот так делают дурочек наберут дурочек наберут их туда ну и дальше они тешатся нам это не положено нельзя ну понятно видимо не зря я вопрос вам задал так вот смотрите я вам скажу мы ездили много с благовестием были в шести мусульманских республиках в прошлом году 1650 километров только по Турции прошли то есть у нас уже ну есть как бы опыт на это и вот у них у мусульман пляж отдельный для женщин за таким забором и еще и полицейский дежурит чтобы никто глазом не посмотрел и там они купаются не раздеваясь специальная материя которая воду пропускает придумали а она купается в платье и такая охрана вот где поучиться то надо нам многому особенно целомудрие сохранение женской девственности девищей получиться у мусульман я их хорошо знаю и поэтому привожу в пример всегда понятно понятно все по этому поводу ну что еще хотите вдруг вам вопросов задать задавайте задавайте Игнарий Тихонович хочу спросить может что-то подскажете о молитве значит ну как-то не мало молитв от сердца у меня получается а потом они как-то получаются нерадивые остальные то есть особенно когда длинные так вопрос к вам вы православный да а то еще гляжу усы-то сбритые вроде сбритые а я ходил к зубному врачу и у меня зуб тут камень воспалился я подбрил потому что когда сидел вверх губу держал руками все время мне как-то усы мешали показалось нет-нет-нет-нет это понимаете вот у мусульман у них если в бороду было ранение он предпочит умереть нежели сбрить бороду мы не должны ей касаться ни одной волосинки трогать этого не делать если у нас бы вы были у вас бы сейчас у нас с соглашенными пока бы не отрастет борода усы были бы выведены за двери но в библии когда усыпляют наркоз дают такая большая трубка ее вставлять в рот надо побрить волосы там постричь я говорю нет но они порассуждали ну ладно мы сделаем мы сделали все как надо и ничего не порченое а то до этого нельзя никак нельзя я встану ползком уйду из больницы говорю и все это как ты себя поведешь вот я в больнице был они утром ну приносят а как раз было где-то 1 января кажется операцию мне сделали манная каша я говорю начнем на молоке я говорю нам нельзя сейчас пост идет да что тебе отдельно готовить будут там я не готов 5-то дней я пропащусь и без еды они тут же забегали что вам нужно я говорю да что картошку нечищенную если можно они все сделали и даже ну какие-то соки варенье все такое принесли ну а тут уже из дома жена пришла и как ты себя поставишь так тебе будут относиться я летел в самолете американской Финейра из Финляндии в Америку ну и тоже когда стали разносить разные там жареные сосиски и прочее я говорю у нас пост я по-английски понимал и говорю а что можно я говорю ну овощи так они меня 4 раза ко мне подошли за полет а к остальным только 2 раза орехи разные землянику мороженую у меня в 92 году было я все еще помню как ты себя поставишь так и будет приятно вспомнить будет что ты не нарушитель а что неужели это борода клок волос ты никогда так не рассуждай Бог так сотворил кто ни во что ставит мало и мало по малу обеднеет а если ты был неверен в малом кто доверит больше и Господь говорит в малом а мало это вот лицо тут вообще трогать не надо мы православные посмотри на иконы без усов никого нету зубы теперь и думай будут они тебя болеть или нет а ты бы наоборот сказал усы есть а за усы легко губу могу поднять даже губы не трогай раз за усы то и поднял вас как звать меня Игорь зовут Игорь ну ладно так мне может увеличать вас как-то надо я просто так вот не знаю как даже вам сказать вот так в моем понимании я к вере пришел только два месяца назад так я теперь теперь отвечу вам о молитве вы на наш сайт заходите нет сайт сайт я говорю не ютуб а сайт а на форуме если зайдете там молитва и на сайте молитва вы там найдете полноценный ответ на свой вопрос зарядите слово молитва я понял просто вот мысли какие-то начинают в голове и они как сбивают и я не могу с этими мыслями бороться тяжело уже вам не побороть никогда вы согласитесь с этим что это не по силам человеческим поэтому уповай на Бога если молитва сбитая была и ты дома молишься развернись обратно молитву прочитай принудить себя это тренировка тренинг а у вас может быть такое вот тоже сбиться или вы уже просто ну настолько нет как говорится ну большой профессионал что у вас уже так отточено мышление хорошо что у вас не собьешь ничего или это и у вас тоже может быть ну понимаете вот я вам скажу наш устав какой это но это добровольно псалом 118 запишите Андрей пишу пишу псалом 118 164 стих его наизусть заучите семикратно в день прославляю тебя с большой буквы тебя Бога за суды правды твоей я суды суды то есть Бог наказывает Украину благодарю тебя Господи благодарю тебя суды это суды Божьи совершаются вот мы шли по Белоруссии когда это в 13-м году проходили мы нигде не видели такого ваш Лукашенко очень нам нравится очень всем русским батька Александр ваш вот мы где ехали работают никаких не видно ни азиатских народов никого как он мог сделать так-то я ему книги подарил от Лукашенко получил благодарствие на грамоту получил на бланке я ему книги подарил свои у меня 38 книг вышло но я давал Новый Завет и для Слова Божия нет уз так что мы за вашего Александра каждый день молимся и 7 раз в день это 3 святое и 100 поклонов это один раз пройдет время сколько часа полтора опять на молитву и сатане места совсем мало остается и на работе где-то выбери место где-то пошел никто не видит там но один раз перекрестился остальное стой мысленно и думай я вот с первого дня как обратился все время думал как сделать чтобы можно было все время молиться размышлять о божественном и поэтому я брал такую работу чтобы голова не работала то есть я работаю выполняю норму навешиваю двери крою крыши я печник 40 лет был о чем не думать а я в это время про себя составляю проповедь говорю и у меня все время в голове как огонь пылает мне интересно так жить когда начинают вот люди становятся память нет память теряется от блуда самая большая потеря если человек жил блудно и потом еще так это как проеденный мышами сыр во всех направлениях ему уже не вернуть никогда ту память которая могла бы быть у него что то есть а остальное уже не наверстать нужно закрепиться на том что есть просите у бога прощения мы не сохранили память ну допустим человек много лет пил у него легкие никогда печени не будет без сцероза она не может быть такой же другой все время наркотики принимал он уже никогда не будет всем здоровым хотя если бросить то на чем то закрепиться хотя бы но уже лет 10 потеряно потеряно навсегда и надо с этим согласиться как с данностью и благодарить бога что все таки на выступе ты зацепился сохранился молитва это не означает только кланять все хотя ну по сути получается не меньше тысячи поклонов в день должно быть правильно перекрестись правильно поклон сделай вот мы в воскресенье будем собрание вы посмотрите там я дам тут зачитывать один материал о крестном знамении вам понравится на ютубе вы на ютуб заходите да? мы постоянно смотрим ваши ролики постоянно как только выходят новые смотрим каждый день каждый день вот я не знал у вас город Гродно да? да на границе с Польшей да 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 а Минск от вас далеко? 300 километров 300 километров ну да мы ходим может вы слышали у нас Калужская церковь есть в Гродно ей 850 лет она считается одной из самых старых в Европе так вот в Минске в национальной библиотеке в Киеве в Харькове моих всех книг 38 книг мы ехали я в каждой библиотеке дарил книги так что в Беларуси книги есть мы хотим вот ваши прекрасные книжки Новый Завет в трех томах как-то приобрести ну вы напишите в Мейл.ру я вам скину данные счет и тогда сделаете закажите и прямо в Беларуси пришлете да? да у нас на днях только из Беларуси один заказал и мы выслали он где-то под Киевом там ну конечно расходы почтовые вот сейчас с этим с кризисом как называть искусственным повысили все почти вдвое ну тут уже от нас не зависят найдем это деньги надо найти я электронные скачал книги у вас все ну вот ну у нас книги таизаны шикарно президентские библиотеки украшают по восьми параметрам это самое лучшее за всю историю Нового Завета весь Новый Завет с откровением по православным святым отцам полное толкование такой материал за 2000 лет впервые вышел его не было Игнатий Тихонович а вы вот когда Новый Завет ну составляли вот Новый Завет почему вы непосредственно обратились к Блаженному Феофилакту а не другим каким-нибудь святым отцам а каким назовите не ну я не знаю поэтому я и спрашиваю или он в 11-м веке он в 11-м веке жил так он по всем святым отцам и собрал но главное предпочтение Блаженному Феофилакту отдал Златоусту и когда считаешь Блаженному Феофилакту там целые фразы пакеты из Иоанна Златоуста это архиепископ болгарский 11-й век вот чтобы так в совокупности все было собрано такого больше нет ни у кого а наша православная церковь его принимает как за святого все то есть там никто не имеет да как же вот оно сейчас я могу не точно назвать но думаю лет 10 назад при патриархе Алексии II полное толкование до откровения Блаженному Феофилакту было издано патриархией Московской издано он самый популярный в этом вопросе да вот и еще такой вопрос о воспитании детей можно ли я сейчас покажу вы ее увидите как она выглядит вам не видно сейчас вот смотри вот видишь Святой Евангелие с толкованием Блаженного Феофилакта вы видели красные красные книги три тома я вот сейчас другое издание Свято-Успенская Почаевская Лавра 2005 год ну 10 лет назад я не ошибся это по благословению Высокопреосвященниша Владимира архиепископа Почаевского вот оно в руках у меня вы его увидите когда я выставлю этот материал сейчас оно у вас не отображается жалко конечно что не отображается ну вот оно такое есть а у меня три книги потому что там я даю 297 комментариев на Блаженов Эпилакта усиливает два слова проповедь и изучение Священного Писания то что он говорит я добавляю там что об этом Кронштадтский сказал Игнатий Брянчанинов то есть более обширно но другим шрифтом и видно добавлено добавлено через черточки и написано Игнатий Лапкин и там 240 листов фотографий этих иллюстрации библейской глиста водора цветные мы сами раскрасили его ну замечательный просто труд Игнатий Тихонович еще такой вопрос вот может есть какое-то такое лекарство в нескольких словах о воспитании детей то есть вот если линяться там вот получается что им объясняешь объясняешь вот я своих детей иногда хочется уже взять ремешка и дать большой ли это грех потому что старший сын уже тоже там чуть-чуть начитался я за ременью говорит папа ты грешишь я не знаю а с чем грешишь с чем ну я я говорю что я тебе ну отцовски хочу прописать без такого гнева как говорится Игорь вы грешите тогда когда не наказываете вот на сайте когда зайдете и там написано дети 55 папок справа и я там отвечаю а на форуме зарядите просто воспитание детей или дети там все найдете написано не жалей розги твоей чтобы впоследствии утешаться и апостол Павел в новом завете уже послание к евреям говорит так если такой отец который не наказывал бы детей своих если вы остаетесь без наказания то вы незаконные дети у нас называется сурас или байбак то есть нажитый со стороны а это твое родное дитя детище и англатаус говорит когда мы наказываем тело вращуем душу потому что душа с телом очень плотно связана понятно но это надо все разумно не во гневе по рассудителю я вам же и сказал я не во гневе я говорю хочу как лекарство ему применить как лекарство вы обязаны это делать обязаны это писание говорит так ты его накажешь да часто жена просто на защиту их становится и ремень не доходит а это нельзя делать чтобы она не вставала а если вот мусульман так то и жену отодрал бы и чтобы она не лезла больше никогда потому что ты отвечаешь ты голова голова поэтому ты должен строго держать особенно если девочка есть говорит сон потеряй что в доме твоем она не обрюхатила спасибо и еще такой вопрос жена католичка но сейчас начала ходить со мной в церковь так как в католической она не понимает о чем идет разговор так как они на польском языке все говорят но крестится она со мной в церкви то есть как ее научили не знаю как там они по-своему как-то крестят по-моему слева направо не есть ли это большой проблем или может она приходить со мной вместе в церковь вот если бы священники ее не притесняли пусть она так и будет и даже если она умрет католичка беды никакой нету в этом но желательно для воспитания детей чтобы вы были единодушны но если бы вы раньше это знали то вы бы на ней не женились или сначала ее приобрели как вот царь Николай она англиканка была а потом приняла православное крещение царица Александра она приняла православие и все а как может есть какое-то лекарство чтобы ей доказать что она должна стать православной а это от вас зависит ваше поведение ваши молитвы если вы будете постоянно твердой в молитве больше любви внимания ей по слову Божию будете заниматься то успех почти обеспечен я вот с кем беседовал сектанты баптисты но они это вообще нет священства беседуешь и он переходит православие и делается православными батюшками вместе с женами у меня такого опыта нету познания так как я два месяца только начал заниматься поэтому я не могу ничего сказать особо вы на нашем сайте еще раз говорю когда будете сайт откроете сайт запишите просто как во свете библии называется сайт и там и там вы найдете все справа 55 папок а вверху внизу там ну где иконы написано православный форум жми здесь и сразу на форум ты можешь зарегистрироваться и со мной там будете переговаривать я вам все пошлю еще два маленьких вопроса человек который говорит что он истинно верует но при этом курит он может я ему говорю что ты не веришь раз ты куришь он говорит я ничего кроме этого больше плохого не делаю больше ничего не надо он пленный он раб сатаны это не раб христов иоанн кронштадтский говорит уста курящего демонская кодильница он не богу кодит а сатане он самоубийца а скажите еще можно ли где-то в библии идти именно про курение или все-таки тогда никто вообще не курил и этого и не знали не было этого никто не знал этого просто про алкоголь то есть а вот про курение не знали там про интернет не написано ну и чего вот поэтому я понял и еще значит про надписи про надписи я там читал в ветхом завете повелевают на косяках надписи сделать господь год наш и он един и на воротах вы может скажете как это именно пишется а вот как у нас в храме если только вы смотрите наше видео то вы увидите где мы занятия ведем собрания проводим у нас на стенах везде места писания выписаны и у нас между иконами отдельные выдержки вот сейчас у нас в доме Володя покажет слово Божие живо и действенно послание к евреям 4 глава 12 стих вот это вот все и написано а на косяках хочешь пиши но у нас это теперь иконы есть и между ними у нас в самом храме везде надписи кто отклоняет ухо свое от слышания слова Божия того и молитва мерзость я просто хотел на входе в дом именно вот на косяке как дверь открываешь на косяке на деревянном написать а что написать какие именно слова Господь любые Библии открой святую Библию евангельское слово напиши вера без дел мертва из Якова вера без дел мертва прекрасно мы на косяках не пишем но вы можете это написать а просто русскими буквами можно написать конечно только русскими все я сторонник только русского языка Кроме того, вы можете такое написать. На дверях... Вера без дел? Мертва. Ну, вы найдите. Вот Якова, там, 4 глава. Или написать такое из Евангелия Теяна. Иди и впредь не греши. Дверь ты открываешь, а тут тебе уже напоминание. Иди и впредь не греши. Вам нужно... Это на входе в дом же, правильно? Ну, конечно. У нас так и написано. Выходят люди, когда и там видно где-то. Я сейчас вам быстренько скажу, где. Вот сейчас я вам уже и скажу. Иди и впредь не греши. Выпиши это. Евангелие Теяна, 8 глава, 11 стих. 8, 11. Полностью не выписывай, только напиши. Иоанна, 8, двоеточие, 11, глава от стиха, двоеточим отделяется. И напиши. Иисус сказал, иди и впредь не греши. То есть, не все бери. О, повернуло как, интересно. А что это такое? Вас что-то вырубило там вроде. Да как-то развернуло боком. Все оно так. Вот сейчас правильно. Это мы по телефону разговариваем просто. И последний вопросик. У меня, в принципе, Господь говорит, возлюби Господа своего всем сердцем. И это первая запреть. А вторая, возлюби ближнего своего. И возлюби так, что не жалко бы жизнь за ближнего дать. Ну, как самого себя. Как самого себя. Как самого себя. А это все вот ты понимаешь. А вот, допустим, тебе человек чем-то чуть-чуть не нравится. Ну, отношением, допустим, к вере. И не можешь ты добиться этого. Ну, как-то или это грех, или как себя переламывать, чтобы прямо всех любить. Ну, это не в раз. Но ты же делаешь ради Господа. И любишь, говорит, меня, говорит, люби мою собаку. Поговорка, как говорится. Любишь хозяина. Ты собаку люби. Иначе как ты? А мы все дети Отца Небесного. Если ты его любишь, а к человеку как любовь? Я проявляю любовь в том, что вижу, что он нуждается, я ему помогаю. Любовь-то не означает, что целовать только его. Я его обличаю. Он неправильно поступает, курит. Я по любви начинаю обличать. Ну, что ты делаешь? Так вот, на такие ведь обличия люди очень реагируют не по-доброму. Вплоть до того, что они на тебя могут много плохих слов сказать. И ты начинаешь гневаться в душе. И уже любви как-то к нему нет. И сейчас это сплошь и рядом. Начинает происходить. Вот я изменился там чуть-чуть. душой, чуть-чуть внешним видом, и я уже чувствую на себе... А вы не обращайте на это внимание. Мы дети Божии. Мы всех счастливее на всей земле. Вы можете только скорбеть о них. А он недоволен. Так это ладно его. Сейчас опять повернуло. Подождите. Что оно разворачивает ее? Такое даже интересно. Вот так. Подождите. Ничего, говорите. Опять. Богом развернуло вас. Вот так нормально. Вот. Смотрите, вот конкретно в какой-то ситуации. Вот произошел этот интенденц. Ты хочешь его обличить, что-то сказать. Ну, даже не то, что вот. Хочется вот обратить человека к вере. И какие вот ключевые слова можно ему говорить? Потому что, может, я чего-то еще много не знаю. И, может, я слова неправильно говорю. Может, вы уже из опыта знаете, что можно сказать? Первый вопрос такой. Нужно ли говорить? Сначала решите. Говорить не везде. Написано перед свиньями, не мечи, бисер твой. Если он заранее против, слышать не хочу, ты ему скажи. За каждое слово придется отвечать перед Богом. Научитесь оперировать словами священного писания. Вы должны знать, где написано «заучить». Приложите все силы, чтобы знать. За всякое гнилое слово даст человек ответ в день суда. И должен знать, если сказал, да я не верю. Ты больше не отвечаешь. Нас Бог не послал обращать, а сказал, будьте мне свидетелями. Вас поведут для свидетельства, а не для обращения. Они никто может не обратиться. Это 22 глава Евангелия от Матфея. Он посылает и говорит, зовите на брачный пир. Посылает слуг. Кому голову разбили, кого убили. А никто не пришел. Господь говорит, идите по изгородям, по разным закоулкам, зовите. А что они не пришли, мы за это не отвечаем. Я должен быть верен. Верен в том, что делать все, как положено. Вот и весь ответ. А вот любить ближнего, как самого себя, то есть, я вижу, он умирает с голоду. Надо помочь. Но что жизнь за каждого отдать, нам не повелено это. Но, говорит, это высочайшая любовь. Нет больше той любви. А за каждую жизнь не хватит отдавать. А на врага возлюбить, вот здесь вопрос, как его возлюбить. Ян Затаус говорит, когда голоден враг, накорми его, напой его жаждет. Делай это, мы горящие угли соберем. Это Прох Иса еще говорил. Так вот, говорит, пока делай, ну, с желанием, чтобы его как-то допечь, чтобы он почувствовал. А потом, говорит, приучишься, будешь по любви делать. А пока ему делай добро даже из нежелания делать. Навык надо иметь. Как вопрос решить, говорить или не говорить. Это очень важно. Иногда приходится молчать годами, а потом раз, представится момент, и ему сказать. Ну, в принципе, все, вопросы закончились. Игнатий Николаевич, там как, если что, соберем вопросы какие, но, что будет интересовать уже более поподробно. Хорошо. Мы тут займемся, это, я думаю, на той неделе Сергей тут выставит. Мы ему перешлем этот материал, а он там уже обрабатывает и выставляет. Парализованный Сергей. Они спрашивают, можно еще будет потом позвонить? Я сказал, можно. 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 Только соберите. А вы в Mail.ru заведите листик, удобно переобщаться. В моем мире такая система. Мой мир. И тут я вам все данные скину. Попросите, друзья, по токарсочку выставьте. Хорошо. Все, мы зайдем туда. Хорошо. Все. Отключайтесь. Спасибо. Спасибо. Спасибо Богу. Слава Христу. Слава Христу. Белоруссия посетила нас. Слава Христу. Приятный разговор был. Аллилуйя. Что-то не выключается у них. Мы сейчас неверующих особо нечем. Понял? Кто будет? В нем нету побоится. Конечно, я это все знал. А вам не так? Вот так. Теперь мне надо выключить. Хорошие вопросы были. Да благословит Господь. Но слава Боже. Спасибо.